Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас БТГ-опогрев на таком бачке 10-литровом. Снизу вот здесь, ребята, ТЭН 1,5 кВт. Применили вот такой блок питания. Зарядное устройство 55 В, 2 А. Значит, прогревается бачок до 60 градусов Цельсия. Прогрев идёт где-то за час. 60 минут прогрев, и потом он горячий, постоянно 60 градусов. То есть можно применять для прогрева небольшой комнаты. Я вот сегодня применял. На ночь его поставил. Ночью заходил, проверял, ребят, в трусах. Не замёрз. Ну, не сказать, что там 30 плюс 30, но 20, наверное, было. В трусах не замёрз. В одних трусах. То есть система работ проверена ночью. Самое главное в ней что? Она нагревает медленно, где-то час, но после часа уже она будет в таком режиме, то есть уже температура спадать не будет. Так и будет стоять постоянно. При этом, ребята, расход ноль. Почему? Потому что блок питания пропускает 50 ватт, настроен он. Потому что здесь мощность полтора киловатта, поэтому он всего 50 ватт пропускает. А обратный ток 71 ватт. Даже 74. Сейчас мы, ребята, посмотрим. Как видите, напряжение 235,6. Дальше. Актив ток, ребят, то, что может пропустить блок питания. 51,4. Реактив 74. То есть реактив, ребят, на 20 с лишним ватт более. Поэтому ток не тратится. Почему, ребят? Объясняю. Потому что эта система не может пропустить больше 50. Сама по себе. Она 55 вольт 2 ампера. А здесь полтора киловатта. Но эти полтора киловатта на 230 вольт рассчитаны. Понимаете? Поэтому эта система может пропустить только 55. А при напряжении 55 вольт, ТЭН, ребята, вырабатывает, как мы видели по счётчику, 74 ватта. То есть ТЭН вырабатывает больше, поэтому ток вот отсюда не проходит вот по этим проводам сюда. ТОК стоит здесь, и система работает на своём токе. Вот она вырабатывала ток, и так и тратит. И так его и тратит. То есть подаётся тока напряжения, мы подаём напряжение, а ток так и тратится здесь. А лишний ток, ребят, который здесь собирается, вот с этой стороны зарядного устройства, возвращается назад в электросети, в системе 4 ватта. Потому что он не может его пропихнуть сюда. То есть сработал, ребята, сработал обратный ток источника питания, но он не может пропихнуть, потому что это может только через себя подать 50, как вы видели, 51, по-моему, ватт. Что-то там было на показаниях, если помните. Но можете назад крутить, посмотреть. А наши, ребята, вот здесь ТЭН, вот здесь внизу ТЭН, ребята. Что ещё в этой системе? Это, ребята, паровое отопление. Почему оно так хорошо работает? Внизу, значит, залито 200 грамм воды. Благодаря, ребята, значит, нагреву, нагреву, который осуществляет ТЭН на самозапитие, эта вода превратилась в пар и обогревает весь бочок, хотя она только на дне. Вот почему, ребята, система эта очень с большим КПД, потому что вода превращается в пар, значит, пар расширяется, и пар, ребята, обогревает весь бочок, вот сверху донизу. То есть это, ребята, паровое отопление, БТГ паровое отопление, бестопливное паровое отопление. А сейчас, уважаемые братья и сестры, я покажу схему этого изделия. Так, схема изделия. ТЭН полтора киловатта под дном бачка. А здесь, ребята, в бачке налито воды 200 грамм, то есть стакан воды всего. Бачок 10-литровый. Нагрев 60 Цельсия. Прогрев будет, ребята, через час ровно, такой прогрев. То есть греется он медленно, потому что напряжение низкое. Но когда он, ребята, нагрелся, через час, он так и будет, всё время, значит, 60 градусов. И можно, значит, отапливать комнатушку, как я вам рассказывал. Почему, ребята, нулевой расход? Расход ноль. Потому что, видите, зарядное устройство может пропустить только 51 Вт. А ТЭН вырабатывает 74 Вт. Значит, вот этот ток с зарядного устройства не проходит отсюда, который идёт с источника питания. Вот источник питания, вот, чтобы вы поняли. Фаза и ноль. то есть сеть. Подача, ребята, подали, и он сразу образовал. Когда мы подали, было просто напряжение, никого только не было. Как только сюда попало, ТЭН образовал, значит, 74 Вт. И эти Вт, вот, значит, вот здесь все образовались. Так как вот это было всё связано. Но теперь, ребята, отсюда он не может пропихнуть ток сюда. Если бы он пропихнул, он бы, значит, наш ток больше бы был, чем наш 74, допустим. Что у него? Он пропихнул, значит, было бы расход. А так как он пропускает всего 51 Вт, это зарядное устройство, значит, вот здесь, ребята, ток остаётся здесь и работает на наш ТЭН. А мы берём сети только одно лишь напряжение, как бы спичка, спичка у нас для запуска системы. То есть получается БТГ, ребята, обогреватель. Вечный БТГ-обогреватель. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального, железного, богатырского здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok